После спора о умытии и неумытии рук, об осквернении, где цель Иисуса была сказать, вот истинный источник скверны, это кто, кто мы есть, он приходит, Матфей 15, 21-28, выйдя оттуда, Иисус удаляется страны Тирские и Сидонские, и вот женщина, Хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется, мы знаем эту историю, он говорит, отпусти ее, потому что кричит за нами, в конечном итоге Иисус вера добудет тебе пожелание твоему, он исцеляет ее дочь, давайте несколько слов об этом. Во-первых, эта женщина не еврейка, понятно, но она знакома с еврейской традицией, потому что, Господи, сын Давидов, это чисто еврейское обращение, одному греку или хананьянину, который бы не знаком был с еврейской традицией, эта мысль просто в голову не пришла. То есть, иными словами, мы видим, что мы имеем не просто какую-то язычницу темную, которая не имеет никакого представления о том, кто такой Иисус, она обращается к нему специфически, конкретно, как обратился бы к мессии любой еврей. Она говорит ему, Господи, сын Давидов. Сын Давидов, она же не знает его биографию, но сын Давидов, это аллюзия к его мессианству. Точно так же, обратите внимание, к нему обращался за исцелениями слепой. Но он не отвечал ей ни слова, ученики, приступив, просили его отпусти ее, потому что кричит за нами. Помните, мы говорили с вами, что отпусти ее, отпусти народ, значит, закончи собрание, закончи эту встречу, у них нет никакой жалости к ней специфической, она язычница, а они говорят отпусти ее, потому что невозможно ходить, она же идет и кричит за нами страшным голосом, потому что трудно им это было приносить, она им просто мешает. Иисус говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израиля. И на самом деле тут нет никакого национализма, тут есть приказ Господа Бога. Более того, Иисус позднее говорит, на путь к язычникам не ходите. Нету, нету, во времена нового, во времена Евангелия нету этого. То есть проповедь Евангелия язычникам, она воспринимается как какое-то исключение из правил. Правило или парадигма была в том, что нет, это язычники, и хотя приветствуется переход их в истинную веру, а так и специальных усилий для этого никаких не делается. Я послан только к погибшим овцам дома Израиля. Овцы, это частый образ книги Езекииля, вы овцы мои, овцы пасты мои, человеческая вы, я Бог ваш. Слово Бога или Юремии, 50 глава. Заблудшими овцами был народ мой, пастыри их свели с путей. И более того, Пешихта или Песикта Рабаттик говорит, и было в то время испортился скот, и возненавидел пастухов своих, и вожди мудрые были удалены от него. Здесь скот это Израиль, объясняет Песикта. И Израиль часто употребляется скоту, как написано, и вы овцы мои, овцы пасты мои, человеческая. И возненавидел скот пастухов своих, и поставил над ними пастухов лживых и злых, которые уводят их от Создателя, и их ведут к греху. И верно Духом Святым говорил о них Еремия. То есть, то, что мы читали с вами о Еремии. То есть, иными словами, это вполне нормальное сравнение овцы. И он говорит, я к овцам Израиля. Она подходит к нему настойчиво и говорит, Господи, помоги мне. Это уже не еврейское обращение. То есть, у нее уже пошла как бы коса на камень. Она говорит, нет, я все-таки хочу освобождение своей дочери. И помоги мне. Ну, и тут он как бы испытывает ее терпение уже самой крайней формы. Иисус говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Она сказала, так, Господи, ну и псы, идиокрохи, которые падают со стола их. И да, всем хорошо известно, что в этом месте на самом деле не используется слово здоровенная собака, а используется такая маленькая домашняя собачка, по крайней мере так она в греческом языке, которую держит для развлечения. И, однако, по сути своей, с моей точки зрения, это мало что меняет. Иисус сравнивает, пусть с маленькой, пусть для развлечений, но все-таки с собакой. И он сравнивает нееврейскую представительницу, которая ищет решение для него, с собакой. И, ну, может быть, что-то объяснить, я хочу почитать из Медраша, Пиелим, Медраша на Псалмы 4. «Ты дал радость сердцу моему большее, чем была у них во время, когда умножились хлеб и вино их». Это Псалон 4. «Народ Израиля сказал Всевышнему, владыка мира, как язычники, исполняющие только семь заповедей или семь заповедей Ноя, которые ты заклял их исполнять, получают через это щедрое благословение в этом мире, так верим мы, что для нас, соблюдающих 613 заповедей, уготовил ты достойную награду в этом мире и в мире грядущем. Об этом и сказано, ты дал радость сердцу моему большее, чем была у них во время, когда умножились хлеб и их вино. Раби Йошуа бен Леви сказал, притча о царе, который устроил большой пир, пригласил гостей и в ожидании усадил их в зале прихожим. Сидя же в ожидании пира, увидели они царских собак, выходящих с кухни. И в зубах у них были куски телячьих голов, ястовы перепелов и куски овна». То есть очень хорошая еда, то есть они сидят, ждут пира, идут, выходят царские собаки со всей этой едой. И восхитились гости и возрадовались, говоря, если собаки получают столь добрую еду, то какие же кушания уготовил царь нам? То есть они не говорят, что собаки не получают еды, но они говорят, что да, Господь Бог милостив, даже вот как бы к собакам, но мы получим гораздо больше. Также хананьянка говорит, что часть проявления господской щедрости – это щедрость к собакам. И эта щедрость вполне возможно будет добрым знаком для сынов-то царства. Так что она приблизит сынов к пониманию замысла царства. То есть она знакома, видимо, с этим миндрашом, или по крайней мере мы знаем, что она что-то наслышана. И она говорит, конечно, я не спорю, но ежели даже ты дашь мне, то представляешь, что это будет значить для сынов народа твоего. Интересно? Интересно. Это как бы большая тема. Надо будет когда-нибудь написать работу «Собаки и царство небесное». На самом деле это очень интересный мотив, потому что сравнения эти, они как бы отталкивают с одной стороны. Но интересно, что согласно еврейской традиции, собаки заслуживают особой милости Всевышнего и доброе дело им давать пропитание. Из трактата Талмудического Бава Ватра 8а я вот прочитаю кусочек. «Когда был второй год засухи, Рабби открыл свою сокровищницу и объявил. Пусть придут знающие Писание, знающие Мишну, знающие Талмуд, знающие Агаду, знающие Закон». Знающие Писание – это Библия, знающие Мишну – это центральная часть Талмуда, написанная по-еврейски. Знающие Талмуд, Талмуд или Гмара – это комментарии к Мишне. Знающие Агаду – это часть агатических рассказов, которые тоже входят в Талмуд. И знающие Закон имеется в виду аллогические постановления. «Вошел с ними и Рабби Йонатан бен Абрам и попросил, покорми меня. Рабби же спросил, сын мой, ты читал Писание?» Он ответил, нет. «Может быть, ты учил Талмуд?» Он ответил, нет. «Так как же я могу накормить тебя?» То есть ты вообще как бы заслуживаешь. Он говорит, так покорми меня как собаку, как кормят собаку. Или как ворону. И он накормил его. И когда же ушел этот человек, Рабби заплакал. «Горе мне, что я покормил человека безграмотному». И сказал ему Рабби Шимон бар Рабби. Это, видимо, был Йонатан бен Абрам, который не извлекает выгоды из того, что знает Тору. И Рабби проверил и выяснил, что так оно и есть. После этого он открыл сокровищницу и сказал, пусть приходят все. То есть поощряется, даже если ты вообще накормил меня как собаку, хотя бы как собаку. И на основании это был человек, который никогда не брал денег за свое учение. И после этого это подвигло через понимание кормления собаки, подвигло как бы этого Равина полностью открыть свою сокровищницу для всех. Я думаю, что именно в этом контексте мы должны воспринимать вот эту вот замечательную историю. Что мне хотелось бы сказать, что мне хотелось бы отметить в Хананьянке, это ее смирение. Она не стала спорить, она не стала говорить, что все люди равны, она не стала говорить, что нас больше, чем евреев. Это не был вопрос. Она говорила с Иисусом его языком и она проявила смирение. Иисус, глядя на ее смирение, сказал в ответ женщина, велика вера твоя, да будут тебе пожелания твоему. Хочу обратить внимание, что вера матери спасает дочь. То есть Иисус в то время, когда он исцелял людей, он не обязательно требует веры. Он исцеляет, потому что он милостивый Господь Бог. И я думаю, даже сегодня, когда мы молим о ком-то или о чем-то, это не факт, что тот, о ком мы молим, обязательно должен быть верующим человеком. Поэтому я всегда призываю молиться даже о тех, кто не принимает Иисуса и не требуя от них взамен веры. Это не условие. Мы молим о людях просто потому, что мы их любим. И, естественно, приступая к нему множество народа, имея собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и поверли их ногам Иисусовым. Поверли их ногам Иисусом, и он исцелил их. Так что народ удивился, видя немых, говорящих, увечных, здоровыми, хромых, ходящими, слепыми, видящих, и прославляли Бога Израиля. Хочу прочитать кусочек из Талмуда, трактата Бауа Митсия 8. Раби Шимон бен Шетах торговал льном. Как-то ученики сказали ему, Раби, чтобы ты не так сильно утруждал себя работой, мы купим тебе осла. Они отправились на рынок, купили ему осла у исмаильтянина, то есть у египтянина. Купив же, обнаружили драгоценный камень, подвешенный у него на шее, у осла. Обрадовавшись, они пришли к своему учителю и сказали, Раби, теперь тебе вовсе никогда не придется работать. А что ж такое случилось, сказал Раби. Кстати, все первые раввины всегда работали, даже Павел, будучи раввином, красил палатки. Он говорит, ну как что, мы купили этого осла у египтянина, у исмаильтянина и нашли драгоценный камень. А знал ли об этом хозяин? Нет, видимо не знал. Тогда вы должны пойти и вернуть ему. Ученики возразили Раби, если в отношении ограбления язычника есть спор, в отношении того, что он потерял, никакого спора нету, не надо ему возвращать. То есть, у раввинов того времени было, как бы, окей, если грабить можно или нельзя, есть спор, язычник. Мы должны понимать, это жизнь конкретная. То в отношении того, если он потерялся, ни раввинов, никакого спора нету. Как бы, про что с возов упало, то пропало, и никакого варианта нету. Не надо это возвращать. Тогда Шеймон бен Шетак сам пошел и вернул камень. То есть, были раввины и были раввины. Я всегда против того, чтобы мазать всех одной краской. Это ничего нам не дает. Мы просто теряем представление о том, что происходило во времена Иисуса. И сказал Ишмайльтянин, то есть, египтянин, благословен Бог евреев. То же самое, что здесь. Фраза «прославляли Бога Израиля». Вот мы видим, что поступило к нему множество народа. Говорило о том, что, скорее всего, речь идет о язычниках. То есть, он находился в этих же краях. Он находился там же, где женщина-хананьянка. И приступили к нему другие. И они прославляли Бога Израиля. Теперь, он говорит, сказал Ишмайльтянин, благословен Бог евреев. То есть, та же самая фраза. Если бы я продал своему соплеменнику, он не вернул бы мне этот камень. Точно. Вернулся Шимон Бен Шетах своим учениками и сказал, что же вы думаете, что я варвар? Нет для меня большей награды, нежели услышать от язычника «благословен Бог евреев». Я убежден, что это на самом деле то, что происходит, то, что мотивирует Иисуса. И в случае с хананьянкой, и в случае с язычными, которые к вам приходят и исцеляют. И Иисус, признав своих учеников, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего иметь, отпустить же их неевшими я не хочу, чтобы не ослабли, и взяв всем хлебов и рыбы». То есть это практически повторение того чуда с пятью тысячами. «Взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение». То есть не благословил хлеб и рыбу. Нельзя благословлять еду. Можно благословить Бога за то, что он дает хлеб и рыбу. То есть он, воздав благодарение, преломил хлеб и дал ученикам своим, и ученики народу. Ели, и насытились, и набрали семь корзин. Оевших было почти, или четыре тысячи человек, и, как всегда, кроме женщин и детей. Ну да, вот такое время, кроме женщин и детей. В данном случае речь идет, опять-таки, о язычниках. И, скорее всего, семь должно ассоциироваться с числом заповедей, которые Господь Бог даровал язычникам. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok